всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я предлагаю вашему вниманию вот такой интересный теневой узор который вяжется очень легко схема быстро запоминается и даже если вы не умеете вязать вы точно справитесь с этим узором а если еще подобрать к этому узору подходящие ниточки он будет смотреться еще интереснее и в конце видео я вам покажу этот же узор в другом исполнении и вы поймете что стоит обратить на него внимание а сейчас давайте начнем вязать и так для начала набираем петли в этом узоре раппорт равен 6 петлям значит набираем количество кратное 6 плюс 2 кромочные начинаем вязать узор первую петлю мы снимаем это у нас кромочная далее вяжем 2 изнаночных 2 и 4 лицевых 2 3 4 вот и не 6 петель раппорта снова 2 изнаночных 4 лицевых и так повторяем до конца ряда 2 изнаночных 4 лицевых первый ряд провязан последнюю провязываем кромочной так как вы привыкли разворачиваем вязание во втором ряду и во всех черных мы будем провязывать петли по рисунку что это значит кромочную снимаем и смотрим на рисунок если мы видим изнаночные петли значит провязываем изнаночные петли если мы видим лицевые петли значит вяжем лицевые здесь у нас 4 изнаночных и 2 лицевых далее снова идут 4 изнаночных 2 лицевых и так мы провязываем до конца ряда смотрим на рисунок и вяжем по рисунку последняя петля кромочная и разворачиваем вязание третий ряд провязывается точно так же как и 1 2 изнаночных 4 лицевых продолжаем вязать так до конца ряда третий ряд провязали разворачиваем вязание и четвертый ряд вяжем все петли по рисунку вяжем пятый ряд кромочную снимаем первые 2 провязываем лицевой затем 2 изнаночных и 4 лицевых снова 2 изнаночных и 4 лицевых 2 изнаночных то есть так мы продолжаем вязать 2 изнаночных 4 лицевых пока не дойдем до конца ряда в конце ряда мы провязываем 2 лицевых и кромочную шестой ряд мы провязывать будем по рисунку седьмой ряд вяжется точно так же как пятый ряд и 8 ряд по рисунку и так я провязала 8 рядов сейчас мы начинаем вязать 9 ряд кромочную снимаем провязываем 4 лицевых и 2 изнаночных если вы заметили у нас происходит смещение рисунка на 2 петли в каждом четвертом ряду и так продолжаем 4 лицевых 2 изнаночных и еще раз 4 лицевых 2 изнаночных заканчиваем кромочной петли следующий ряд 10 вяжется у нас по рисунку 11 ряд вяжется точно так же как 9 ряд и 12 ряд вяжется по рисунку и так 12 рядов провязана и это есть раппорт узора дальше узор повторяется с первого ряда и посмотрите когда уже провязаны два раппорта начинает проявляться теневой рисунок вот так вот он выглядит хотя это конечно же очень толстые нитки для этого узора и я вам вначале обещала что покажу этот узор в другом исполнении этот образец связан из мериноса и упругая ниточка мериноса подтянула все петельки и рельеф стал еще намного заметнее и вы посмотрите какая происходит игра света теней недаром этот рисунок называется теневым складывается ощущение что у нас здесь вывязаны косы так ведь посмотрите не надо уметь вязать перекрещивание можно просто знать как чередовать лицевые и изнаночные петли в общем я вам рекомендую обратить на этот узор внимание не проходить мимо и что-нибудь из него связать такой рисунок хорошо будет смотреться и для шапок и для снудов и даже если вы свяжете кардиган таким узором он будет очень интересно выглядеть так что берите этот узор себе на заметку делитесь этим видео в соц сетях чтобы у вас она тоже сохранилась вы не потеряли его а у меня на сегодня все с вами была Юлия и мой факультет рукоделия пока пока